Беларусь начала военное учение вблизи границы с Украиной и Польшей, а также в Минской и Витебской областях. Как сообщает Минобороны страны, солдаты тренируются освобождать территории, временно захваченные противником, и восстанавливать контроль над приграничными районами. Учения продлятся неделю. Согласно заявлению Министерства обороны Беларуси, численность войск и военной техники, задействованных в этих учениях, якобы не предполагает подачи соответствующих уведомлений в соответствии с нормами ОБСЕ. О непрекращающихся учениях в Беларуси и потерях военной авиации Российской Федерации поговорим с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Усиенко в эфире Freedom. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, на этих учениях белорусская армия планирует, как мы уже озвучили, действия по освобождению территорий, временно захваченные противника. Сама формулировка уже наталкивает на разные мысли в голове. Как вы считаете, это попытка запугать белорусов или все же украинцев? Ведь сейчас в России именно так называют оккупацию, освобождение. Ну, дело в том, что, конечно же, эти учения, как и предыдущие, потому что ситуация в Беларуси складывается таким образом, что, наверное, проще сказать, а когда там учений не было в этом году, поскольку они уже носят такой постоянный перманентный характер. Изменяется только замысел этих учений, изменяется время от времени численность и подразделения вооруженных сил Беларуси. Ну и также в этих учениях, что примечательно, помимо белорусских войск, принимают участие военнослужащие из России и вообще из ОДКБ. То есть Россия не прекращает попыток хоть как-то, хоть каким-то образом, хоть через учение косвенно, но втягивать страны ОДКБ в конфликт или в провокационное поведение такое. Потому что, как известно, практически все государства, которые входят в эту организацию, в эту структуру, они проявили такой нейтралитет. А некоторые, даже такие, как Казахстан, мы видим своими решениями и своей политикой, даже демонстрируют такую более сдержанную позицию отношений России. В том смысле, что они, видимо, начинают понимать, что происходит и что есть угрозы, в частности, и для них в будущем. И поэтому дистанцируются так понемножку от России. Кстати, и Армения также, поскольку в Армении дискуссии сейчас оживленные, нужно ли им вообще ОДКБ, структура, которая не помогла им в Карабахской войне. Ну и вот они их туда пытаются хоть как-то, несмотря на это все, втягивать, хоть косвенно. Но, тем не менее, страны ОДКБ, в принципе, в большинстве своем принимать участие в войне не собираются. Но, что касается этих учений конкретно, то замысел их такого, это как освобождение занятых территорий. И, в принципе, как говорил представитель оперативного управления Генштаба вооруженных сил Громов, в принципе, мы понимаем, что это может касаться Волынской, Ровенской и Житомирской областей. То есть они моделируют сценарии ведения боевых действий на этих территориях. Но, вместе с тем, нужно сказать, что от этих учений, как и от предыдущих, прямой угрозы непосредственного вторжения на территорию Украины нет. Не видно формирования ударной группировки войск. На сегодняшний день количество военнослужащих, по большому счету, белорусской армии остается неизменным. Это от 3 до 5 тысяч на границах с Украиной. Плюс добавятся еще вот сейчас российские войска и совсем немного других стран ОДКБ. Но, в принципе, тут тоже необходимо понимать, что, понимая все угрозы и все риски, которые связаны, и имея уже, к сожалению, горький опыт вторжения российских войск в белорусской территории в Украину, предпринимаются попытки дальнейшие, не предпринимаются, извините, а улучшается состояние и укрепление границы Украины-белорусской. Сейчас, кстати, к слову, Украина проводит свои учения. Украина проводит учения именно на Волынии, в Ровенской области, в Житомирской. Это учения нацгвардии, госпогранслужбы, также территориальной обороны, национальной полиции, которые как раз предусматривают противодействие диверсионным группам, укрепление инженерное оснащение границ, минирование дорог и так далее. То есть, понимая весь комплекс угроз, которые остаются, пока будет продолжаться российско-украинская война, пока не закончилось российское вторжение, украинские силы делают то, что, наверное, и надо делать в этой ситуации, укрепляют границу, создают новые рубежи обороны для того, чтобы даже если враг когда-то задумается над тем, чтобы действительно пересечь границу и пойти воевать против Украины, это ему не удалось. Еще один очень важный аспект. На сегодняшний день, опять же, из разных источников есть информация о том, что какого-то огромного энтузиазма именно среди белорусских военнослужащих, военнослужащих Беларуси не видно. То есть, именно что касается войны против Украины. Поэтому в этой связи можно сказать, что, да, продолжается провокационное поведение вдоль границ Украины, да, учения носят постоянный характер, но, тем не менее, на сегодняшний день угроз прямого вторжения не наблюдается, ну и плюс украинские силы готовятся, даже если такое вторжение когда-то и случится, давать ответ. Александр, давайте теперь с северо-запада перенесемся на юг нашей страны. Поговорим о Крыме. Завтра буквально исполняется месяц уже, как Крыму были поражены авиабазы. Поражены они были серией успешных ракетных ударов. К этому причастны украинские силы обороны. Об этом уже накануне сообщил открыто главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Мы помним, что в результате этих ударов была уничтожена вражеская авиация, которая обстреливала украинские города.